Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение, я Евгений Монархович. Сегодня мы в Бобруйске на стадионе «Спартак», где в рамках 11-го тура чемпионата страны местная Белшина принимает нашу родную и любимую Славию Мозырь. В матче 11-го тура чемпионат страны по футболу свел в Бобруйске местную Белшину и нашу Славию Мозырь, которая, несмотря на гостевой для себя статус матча, все непременно хотела победить. Тем паче, что вместе с красно-черными были и палийские болельщики. Они, несмотря на жливую погоду, отважились на вояж в Могилевскую область. Не всяких сомнений, сектор Мозырян был самым колоритным. На трибунах стадиона «Спартак» собравший на сей раз около четверти тысячи болельщиков. На матч наша команда вышла в следующем составе. Капитан команды – голкипер Михаил Барановский, полевые игроки Егор Потапов, Юрий Пантья, Францис Нарх, Александр Котлеров, Игорь Костров, Юрий Недошковский, Владислав Жук, Андрей Чухлей, Максим Мякиш и Денис Тетах. Кстати, днем ранее дублеры сыграли свой матч в ничью 0-0. Но встречи главных команд ГЛы ожидались. И прежде всего нам казалось, что они будут в исполнении слави и Мозыри, но Бобруйчанам, занимающим последнее 16-е место, в турнир на таблице Перинста отступать было некуда. И хозяева поля, выдержав натиск гостей на первых минутах, постепенно прибрали инициативу в матче к своим рукам. Вот как пример атака Белшины, когда мощно Даниила Нечаев, овладев мячом, прорвался по правому флангу. И будь просторопнее Леонид Ковель, счет мог быть открыт уже тогда. Еще одна атака Бобруйчан, завершившаяся, пусть не точим, но все же ударом по воротам Ашеславии и Мозырь. Здесь стоит отметить настойчивость и желание бороться до конца подопечных Эдуарда Владимировича Городобоева. Здесь уже попытка наших игроков атаковать ворота соперника. Удар Андрея Чухлея был хоть и смелым, но довольно неточным. Чего нельзя сказать про дальние выстрелы Михаила Башилова, который на 15-м минуте встречи получил пас от Сергея Глебко и забил просто феноменальный гол. Что сказать, это был прекрасный удар российского легенера Белшины и замечательный гол, единственный. Жаль, что он был забит в наши ворота. 1-0, хозяева поля вышли вперед, что стало в какой-то мере неожиданностью. Немного погодя, интересный розыгрыш штрафного удара продемонстрировали публике Бобруйчане. И что характерно, ударом створ ворот завершилась комбинация. Вот только на сей раз Михаил Барановский сумел отвести угрозу от своих ворот. На 22-й минуте случилась первая желтая карточка в матче. Ее получил футболист Белшина Сергей Глебко, которого, мы видим, показалось, что соперники нарушили правила чуть раньше. И фолл это своего рода демонстрация восьмого номера команды хозяев поля. Но что фолл? Через две минуты болички Белшины и сама команда забыла про предупреждение. Ведь после передачи сланга Данина Мечаева Владислав Солонович отправил второй мяч в ворота Михаила Барановского и Славия Мозри уступала уже в два мяча. 2-0. Белшина не только вела в счете, но и вела в матче. Причем, казалось, преимущество команды хозяев поля будет все увеличиваться. К чести Славии Мозри она сумела вначале остановить голевой зал Белшины, самостоятельно переходя к наступательным действиям до поры до времени, не переводящими голом. Но пришла 303-я минута матча и розыгрыш углового удара. Костров, Чухлей, Костров. Навес нашего 13-го номера, который технично замкнул головой Юрий Недашковский, подкрепивший свой гол колесом. И таким образом счет был сокращен нашей командой до минимума. 2-1. Оригинальный розыгрыш и отличная игра Юрия на завершающей стадии. Болички Мозри этим фактом голом были чрезвычайно взбудражены. И остаток первой 45-минутки они провели на ногах, крамогласными кличами, призывая любимцев продолжить голевой успех. И для начала сравнить счет матча. То, что Юрий защитник и силен не только в атаке, но и в обороне, он напомнил присутствие на 43-й минуте, когда после серии атак своей команды Недашковский воспрепятствовал прорыву к воротам Слави Мозри, игрока Белшин, но пришлось фалить нашему 17-му номеру следствием, чему стала желтая карточка. Последующий штрафной, как и атаки до перерыва, к изменению счета на табло не привели. И в тот момент, когда команды ушли на перерыв, мы взяли несколько интервью у зрителей матча Белшина Слави Мозри, проходившего, напомним, в Бобруйске 30 мая на стадионе «Спартак». Ну вот я пришел сюда со своим лучшим другом, мы решили прийти, посмотреть на наш город, на нашу команду любимую, посмотреть, как они играют, что из себя представляют. Я лично не фанат футбола, просто пришел развеяться. В первом тайме мне показалась игра немного неспокойная, все-таки тяжело играть, наверное, на мокром поле, но было все хорошо, наша команда ведет самое главное. Тут же и юные болельщики, которые поделились с нами своим видением событий первого тайма и прогнозом на общий исход этого спортивного футбольного противостояния. Мне нравится футбол, и я могу сказать, что наши выиграли в первом тайме, но потом под конец забили славяне. Я думаю, Белшина выиграет. Опровергать вышесказанное наша команда на второй тайм вышла с двумя изменениями в составе. Вместо Александра Котлерова и Игоря Кострова на поле вышли Глеб Шевченко и Максим Слюсар, и под неперекращающийся дождь Славия Мозри попыталась повернуть хоть матча в свою сторону. Но и Белшина была совсем не проще подарить еще один праздник своим болельщикам в виде гола и, надо сказать, возможности для увеличения своего преимущества в Бобруйчане имели. На 54-й минуте за опасную атаку нашего Глеба Шевченко желтую карточку получил Михаил Башилов. Он открыл счет в этом спортивном поединке. А минутой позже Максима Мякиша сменил Денис Ковалевский. Таким образом, за 35 минут до конца матча наша команда исчерпала лимит замен. Все было направлено на то, чтобы сравнять еще встречи. Но не так просто было забить в ворота Бобруйчан гол. Они несколько снизили активность в атаке, в первую очередь заботясь об обороне собственных ворот, стремя сохранить победный для себя счет. В некоторых случаях судья позволил игрокам вести жесткую борьбу, итогом которой становилось падение представителя одной команды и продвижение к воротам оппонента представителя команды другой. К счастью для нас, в этом эпизоде хорошо сыграл вратарь Слави Мозри Михаил Барановский, которого на трибунах поддерживали родные и близкие, во главе с отцом нашего замечательного галкейпера Виктором Родионовичем. На 62-й минуте состоялась замена Бобруйчан. Вместо российского легионера Белшина Кирилла Малярова на поле вышел его соотечественник Андрей Бижонов. Белшина тоже понимала, что добейся она успеха, вряд ли мозорская футбольная дружина смогла бы отыграться, посему атакующий Виктор тоже был прочерчен в игровой геометрии команды Эдуарда Владимировича Городобоева. В свою очередь, игроки в красно-черной форме понимали значение следующего гула, а ведь время бежало для Слави Мозри и так тянулось для Белшины. Словом, классическая ситуация, когда одна команда везет в счете с минимальным преимуществом. Жесткие столкновения непременной спутницы напряженных матчей приводили к желтым карточкам. На 67-й минуте Павлу Бардукову. На 69-й минуте Данилий Нечаеву, оба нарушителя игроки команды хозяев. Матч продолжался, продолжался и дождь. Табло показывало 2-1 и до конца игры оставалось все меньше времени. Были моменты, которые могли ответить на вопрос относительно победителя данной футбольной схватки, но все же интрига в матче сохранялась. Яркие эпизоды поднимали публику на ноги, а на 75-й минуте Мозри все же забили гол, который, к нашему сожалению, был отменен арбитрами, посчитавшими, видимо, что Игорь Потапов в борьбе за мяч атаковал голкипера Белшины Сергея Туранка в его вратарской зоне. Смотрите и судите сами, уважаемые телезрители, стоило ли гол Максима Слюсара, засчитывать или нет. Но долго гревать по поводу пущенного гола поклонникам Слави Мозри не пришлось. 78-я минута и прекрасная игра Максима Слюсара, приведшая к автоголу Ленида Ковеля. Счет сравнялся 2-2. Еще раз отметим игроков нашей команды, каждый из которых отлично выполнял свой маневр, и браво Максим Слюсар, который доиграл эпизод до конца, до победы. Надо сказать, что после того, как счет сравнялся, бобручане перестали ориентироваться на свои ворота, пошли вперед, что у них неплохо получалось в первом тайме. Сразу стали возникать опасные моменты у ворот Михаила Барановского. Правда, оборонительные редуты у хозяев поля были уже не так крепкие, и в одной из атак мяч снова оказался в воротах Белшины, но, как посчитал судья, после игры рукой Глеба Шевченко, за что 99-й номер Слави Мозырь удостоился желтой карточки. Вскоре опасная атака уже со стороны бобруйской команды, а на 82-й минуте последняя замена в матче. Вместо Владислава Солоновича на поле вышел Герман Барковский. Последние минуты матча стали увлекательнейшим зрелищем. Настоящим спортивным сражением, в котором обе команды стремились к победе, создавая моменты для взятия ворот соперника, разрушая замыслы игрового противника. И эпогеем всего стала 90-я минута матча. Когда Максим Слюсара ввел из аута мяч в игру на Юрия Панте, тот выдал хороший пас на Денниса Тетеха, который отыграл со своим ганским соотечественником Францисом Архом, а тот с помощью дугообразного рикошета поставил восклицательный знак в этом матче. Еще один великолепный гол, и что особенно важно, гол победный для нашей команды, которая провела один из самых захватывающих поединков в своей истории. 2-3 и таков итог противостояния Белшина-Бобруйск к Славе Мозырь. Матч, который отлично продемонстрировал характер полейской футбольной дружины побеждать и радовать болельщиков игрой-результатом. Самое важное, что сегодня смогли выиграть и получили три очка очень важные, потому что мы настраивались на этот матч как на последний. Это был для нас как финал, потому что мы понимали, либо мы сейчас идем вверх, либо вниз. И, наверное, как говорят, нас наградила сегодня удача. Конечно, не все получалось и в игре, и как-то не все клеилось. Пропустили два неудачных гола из-за своих где-то ошибок. Но, тем не менее, сегодня победа. Такие матчи очень нравятся зрителям. И вместе с тем эти игры невероятно выматывают как физически, так и эмоционально тренеров, спортсменов, отдавших все силы на поле всего себя в случае Славе Мозырь – победе. Для болельщиков, конечно, получилась очень интересная игра, потому что обилие голов, все-таки много голов с обилием. Пять голов, даже еще два, которые мы с обилием не засчитали. Для болельщиков это, конечно, удовольствие. Но для тренера и для нас это очень нервотрепка большая. И желательно играть всегда на ноль, потому что, если преследуешь какие-то цели большие и стремишься играть лучше, нужно побеждать в любом случае. Самое важное, я хочу сказать спасибо болельщикам. Эту победу посвящаю им. А гол, который сегодня мне удалось забить, завтра в отца день рождения. И спасибо отец за то, что меня вытренировал, сделал футболиста. Спасибо. Поздравлением в адрес Юрия Леонидовича Недошковского, у которого 31 мая был день рождения, присоединяемся и мы. И еще одно поздравление с победой в матче 11-го тура в адрес главного тренера футбольного клуба «Славий Мозырь» Михаила Алексеевича Мартиновича, который начал традиционную послематчевую пресс-конференцию. Мы ожидали, что будет такая игра, примерно такого сценария, потому что, просматривая игры команды «Белшина», мы видели, что это хорошая играющая команда со своим почерком, со своим рисунком игры. В принципе, готовили к такой тяжелой игре, и она такими получилась, какой и получилась. Та игра, которая, наверное, отнимает очень много нерв, нервных клеток. Очень рады, очень рады, что одержали победу, очень сложную победу над достаточно непростым соперником. Поэтому, знаете, эмоции немножко там, где-то так еще не улеглись от отрицательных положителей, поэтому, знаете, так немножко мысли путаются. Но говорю, очень рады, спасибо ребятам, что не сломались, что до конца верили в удачу, поэтому, наверное, сегодня и выиграли. Но, опять-таки, есть над чем работать, все очень много работает, потому что достаточно такой сложный отрезок, и тогда очень много не получается. Поэтому надо за счет работы, наверное, как-то прибавлять. Прибавлять в качестве игры, потому что это немножко не то, что мы хотим здесь. Принято считать, что спортсмен и тренер верят в победу до конца. И наверняка так оно в большинстве случаев и есть. Но при счете 0-2, скажи Мартиновичу, что будет итоговая ничья, согласился бы в такой результат Михаил Алексеевич. Или даже тогда, при двукратном преимуществе в счете Белшины, главный тренер команды столица Полесья стремился исключительно к победе. Согласился, присогласился. Наверное, может быть, согласился при такой игре, которую мы сегодня демонстрировали. Но, опять-таки же, сами сказали, что любой тренер и любой футболист должен верить в победу до конца. То есть нельзя. За что любят болельщики футбол? За то, что неважно, как играет команда, проигрывает команда, либо выигрывает команда, главное, чтобы она играла до конца всегда. До конца билась, до конца бежала, до конца сражалась. А там уже будут судить по-другому немножко. Слава Богу, у нас это еще присутствует. То есть мы играем до конца. Поэтому вот так вот отвечу. Но одежда в болельщике в Мозырске оценивливое количество и качество поддержки. Это здорово. Это здорово. Опять-таки же, в очередной раз я поражаюсь этим людям. Даже помимо того, что непростое время сегодня, да, но еще и погода сегодняшняя. И такое количество болельщиков молодцы. И самое, что интересно, что они до конца верили в победу. Это самое главное. Не было там, я не слышал, по крайней мере, чтобы там кто-то что-то там начал кричать. Нехорошее, так скажем. Они верили до конца. И им огромное спасибо. Это действительно большая поддержка сегодня. Не лучшее настроение было у Язови Михаила Алексеевича, Эдуарда Владимировича Градобоева. Легендарного для Бобруйска футболиста, тренера, который делает все возможное, чтобы остаться с Белшиной в элите белорусского клубного футбола и на будущий год. Обидное поражение, понятно. Хотели выиграть, ребята настраивались. Повели вроде 2-0. Гали переимущество. Отдали немножко инициативу сопернику, чтобы вставить их на контратаке. Могли еще раз везти. И забивали на эти два стандарта и рикошет. Пределил исход матча. Прошедший матч больше огорчил Эдуарда Владимировича или обнадежил в плане того, что его команда может бороться как минимум на равных с любым соперником. Понятно, можно тоже каждого побеждать. Мы стараемся, ребята стараются. Изменение характера матча связано с тем, что сама Белшина не могла дольше держать заданный ею же темп. И Леславий Мудрич значительно прибавила, что предопределило успех команды гостей. В завершении рассказа об этом матче интервью Максима Слюстера. Талантливого футболиста с обостренным горевым счетом. И вот каким ему показался матч более волнительным или интересным? Конечно, более интересным. Команда тоже была играющая. Я думаю, это все видели. И команда повела в счете. Но я очень рад, что наша команда одержала победу. Она нам была очень важна. И мы это сделали. Верил ли Максим в победу при счете 0-2? И какое задание Слюстеру дал тренер в перерыве? Перед началом второго тайма, а в нем 77-й номер Славий Мозырь сыграл эффективно. По сути дела, создав автогол, который позволил сравнять счет по резкой команде. Ну, после 0-2, конечно, было большое расстройство. Но мы надеялись эту игру вытащить. Мы старались, мы бежали. И у нас это удачно получилось. Тренер, когда выпускаю, естественно, только на атаку. Потому что уже 2-0 горели, уже отступать некуда было. Нам надо боток идти в атаку. Гол вынесли. Принял мяч, пролез, штрафную прострелил. И внесли в ворота в свои автогол. Слава Богу, что так. Чувствовалась ли поддержка болельщиков игроками Слави Мозырь во время матча? И рассчитывают ли они на своих поклонников в следующем туре, который Максим Слюсар с товарищей проведет 6 июня в субботу на стадионе «Юность». Да, огромное спасибо болельщикам. Очень гнали нас вперед. Даже когда мы проигрывали 2-0, все равно чувствовали поддержку огромную. Мы, я думаю, тоже их порадовали нашей игрой. И с Неманом мы ждем всех на стадионе. Кроме матча в Бобруйске, 11-й тур чемпионат страны по футболу высшей лиги принес следующие результаты. Торпед Белос, Жодино, Смолевичи 2-1, Городей Немангродно 0-2, Динамоминск, Шахтер, Солигорск 0-1, Энергетик, БГУ, Минск, Витебск 3-3, Батэ Борисов, Ислыч, Минск район 1-0, Рух, Брест, Динамо, Брест 1-4, Минск, Слуцк 1-0. Турнирная таблица после 11 туров приняла следующий вид. Впереди Борисовский, Батэ, 25 очков, далее Энергетик, БГУ, 22 очка. Третье и четвертое место – это Жодино и Солигорск, 21 зачетный балл. Наша команда вместе с Ислычу делит седьмую-восьмую позиции, но по дополнительным показателям Славия Мозри на восьмом месте. Первые июньские матчи в рамках 12 тура чемпионата страны – это встречи команды. Смолевичи, Городея, 5 июня в пятницу, 6 июня в субботу, Слуцк, Торпедо, Белас, Ислыч, Рух, Динамо, Брест, Минск. 7 июня в воскресенье Витебс встречается с Борисовским, Батэ, Бобруйская Белшина, Динамо, Минск, Шахтер, Солигорск, Энергетик, БГУ, Минск. Футбольный клуб Славия Мозри 12 тур начинает в пятницу, 5 июня на стадионе Полесье в Козненках в час дня матчем дублирующей команды. А днем позже, в субботу, 6 июня на стадионе Юность в 6 часов вечера будет дан стартовый свисток встречи профессиональных футбольных дружин. Соперник нашей команды в этом туре – Гродненский Неман. Ну что ж, дорогие друзья, один из самых феерических матчей в истории футбольного клуба Славия Мозри. И как приятно, что на сей раз мы уезжаем из Бобруйска с победой. Надеемся, так будет дальше. Обязательно приходите на футбол или путем трансляции поддержите нашу команду. Как вы видите, она этого достойна. А на сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение. Евгений Монархович и Вячеслав Приписнов. До свидания.